Здравствуйте! Вашему вниманию предлагается лекция по дисциплине техника высоких напряжений на тему электрические разряды воздуха. Часть вторая. Лекция составлена старшим преподавателем кафедры электрической системы Баланина Виталием Сергеевичем. Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению. Это эффект полярности, барьерный эффект, влияние времени приложения напряжения на электрическую прочную дазовую изоляцию, коронный разряд, потеря энергии при коронировании, разряд в воздухе вдоль поверхности изолятора и разряд вдоль проводящей и загрязненной поверхности изолятора. Эффект полярности. В слабо неравномерных полях, где минимальные средние градиенты напряжения мало отличаются друг от друга, коронное разрядное напряжение практически совпадают друг с другом. Влияние полярности невелико. То есть в слабо неравномерном поле коронное напряжение много ниже разрядного. Полярность при несимметричных электродах существенно влияет на величину разрядного напряжения. В промежутке острия плоскость, формирование разрядов зависит от полярности острия. То есть при положительной полярности острия, имеющейся в промежутке электрона, двигаясь к острию области сильного поля, совершает ударную анизацию и образует лавину электронов. Когда лавина доходит до острия, электроны лавины нейтрализуются на аноде, а положительные ионы, вследствие малой скорости движения, остаются у острия и создают положительный объемный заряд, который обладает собственным электрическим полем. Взаимодействие с внешним полем в промежутке положительный объемный заряд ослабляет поле вблизи острия и усилит его в остальной части промежутка. Если напряжение между электронами достаточно велико, то возникает лавина электрона справа от объемного заряда. Электроны, которые смешиваются с положительными ионами объемного заряда, создают зародыш канала одного стримера, заполненного плазмой. То есть зажигается стримерный коронный разряд, положительные заряды этой лавины будут располагаться на головке стримера и создавать область повышенной напряженности во внешнем пространстве. То есть наличие области сильного поля обеспечивает образование новых лавин, электроны которых втягивают в канал стримера, постепенно удлиняя его. Стример прорастает к катоду, вызывая пробой промежутка при сравнительно малом значении разрядного напряжения. При отрицательной полярности острия электрическое поле непосредственно у острия приводит к эмиссии электронов с катода, которые сразу попадают в сильное поле и производят ударную ионизацию, образуя большое число лавин. То есть электроны лавин, перемещаясь в слабое поле, он теряет скорость, захватывается нейтральными молекулами, становится отрицательными ионами, рассеянными в их пространстве. То есть положительные ионы лавин образуют объемный заряд у острия, который, взаимодействуя с внешним полем, будет увеличивать напряженность непосредственно у острия, уменьшать в остальной части промежутка. То есть увеличение поля острия приводит к усилению эмиссии электронов с поверхности катода, которые, смешиваясь с положительным объемным зарядом, образуют у катода зародыш катодного стримбера. То есть рисунок 1.10 как раз и показ образования отодного и катодного стримбера, то есть рисунок А и рисунок В, где Е – напряженность электрического поля, Е – напряженность поля объемно-положительного заряда, Е – суммально, это результирующая напряженность промежутки после ионизации. То есть вследствие большого числа начальных лавин у катода плазменный канал здесь представляет собой более или менее однородный слой с радиусом кривизны больше, чем у острия. То есть поэтому электрическое поле несколько выравнивается и напряженность в внешней области уменьшается. Уменьшение напряженности электрического поля во внешнем пространстве приводит к тому, что для дальнейшей ионизации в этой части промежутка необходимо значительно увеличить разность потенциалов между электронами. То есть при дальнейшем увеличении напряжения происходит ионизация справа от плазменного слоя. То есть большое число образующихся лавин приводит к удлинению стримбера. Однако также в начале и в начале, благодаря большому числу лавин, головка стримера размыта. И возрастание напряженности на головке стримера оказывается гораздо меньшим, чем при положительном острие. В силу рассмотренных выше особенностей, развитие стримера при отрицательном острие происходит с большими трудностями. Поэтому разрядное напряжение при отрицательной полярности острия в 2-2,5 раза больше, чем при положительной полярности. То есть это показано на рисунке 1.11. То есть здесь у нас пробивное напряжение в зависимости от расстояния между электродами. То есть зависимость пробивного напряжения. То есть когда у нас показывается, это первая зависимость, это положительная полярность острия. Вторая зависимость, это у нас отрицательная полярность острия. И третья, это у нас однородное поле. То есть на переменном напряжении пробой происходит всегда на положительной полярности. Следующее, это барьерный эффект. Существенное влияние объемного заряда на развитие разряда промежутки с резко неравномерным полем используется на практике для увеличения разрядных напряжений в изоляционных промежутках. Это увеличение достигается помещением промежуток барьеров из твердого диэлектрика. Это электрокартон, гетинакс и другое. При положительном острие положительные ионы оседают на барьер и растекаются по его поверхности тем равномернее, чем дальше от острия расположен барьер. Это приводит к более равномерному распределению напряженности в промежутке между барьером и плоскостью, а следовательно к значительному увеличению разрядного напряжения. При отрицательной полярности стержня электроны, двигаясь от острия, попадают на барьер, теряют скорость. И большинство из них вместе с атомом и кислородом становятся отрицательными ионами. На барьере в этом случае появляется концентрированный отрицательный заряд, увеличивающий напряженность поля не только между положительным и объемным зарядом у острия и барьером, но и во внешнем пространстве. Поэтому при отрицательной полярности острия увеличение разрядного напряжения в промежутке при наличии барьера будет незначительным. То есть при расположении барьера в средней части промежутка разрядные напряжения при отрицательном напряжительных зарядах близкие. То есть, соответственно, у нас показан рисунок 1.12 на схеме А это у нас положительная полярность стержня, на рисунке Б это отрицательная полярность стержня. Где один это у нас распределение, первая кривая это распределение напряженности поля без барьера, и второе это распределение напряженности поля с барьером. При расположении барьера в непосредственной близости от положительного острия роль его уменьшается вследствие резкой неравномерности распределения зарядов на барьере. Напряженность поля оказывается достаточно для того, чтобы ионизационные процессы проходили на другую сторону барьера. Барьеры, расположенные в непосредственной близости от отрицательного острия, не способны задерживать быстрые электроны с острия, которые проходят сквозь барьер к плоскости. Таким образом, барьеры в промежутке устанавливаются на таком оптимальном расстоянии от острия, при котором разрядное напряжение максимальное, то есть 25-30% от длины промежутка между электродами. Причем при положительной полярности острия разрядное напряжение может увеличиться в два раза, по сравнению с промежутком такой же длины, но без барьера. Барьеры широко используют высоковольные конструкции, работающие как в воздухе, так и в масле. Это высоковольтные вводы, трансформаторы и другое. На переменном напряжении электрическая прочность на положительной полярности увеличивается и приближается к электрической прочности на отрицательной полярности. На рисунке 1.13 показано влияние барьера на пробивное напряжение газового промежутка, то есть 1.3 это при положительной, и 2.4 при отрицательной полярности напряжения. То есть прямые 1,2 это у нас пробивное напряжение промежутка без барьера. Кривые 3,4 показывают пробивное напряжение промежутка с барьером. Следующее это влияние времени приложения напряжения на электрическую прочность газовой изоляции. То есть вольтсекундная характеристика. То есть при кратковременных импульсах значение разрядного напряжения воздушных промежутков зависит от проложительности воздействия. Если к промежутку приложено напряжение достаточно для пробоя, то для развития и завершения разряда в промежутке необходимо определенное время, называемое временем разряда. То есть оно показано на рисунке 1,14. То есть это получается у нас время разряда и в зависимости от напряжения. То есть временная структура развития разряда на импульсном напряжении. То есть развитие самостоятельного разряда начинается с появления в промежутке эффективного начального электрона, что является случайным событием. То есть время ожидания эффективного электрона ТС-индексом С подвержено разбросу и поэтому называется статическим временем запаздывания разряда. Это первая составляющая времени разряда. Другой составляющей, имеющей также статистический характер, является время формирования разряда. Тент с индексом F. То есть время от момента появления начального электрона до совершения пробоя промежутка. То есть время ТС плюс ТФ называют временем запаздыванием развития разряда. То есть при достаточно большой длительности фронта импульса имеет значение также время Т нулевое. То есть представляющее собой время подъема напряжения до значения равного номинальному напряжению. Таким образом в общем случае время разряда определяется как ТР это Т нулевое плюс ТС плюс ТФ. То есть составляющая времени ТС и ТФ зависит от значения напряжения на промежутке. При увеличении напряжения повышается вероятность того, что появляющиеся промежутки электроны станут эффективными. И ТС индексом F уменьшится. То есть сокращается также и время ТФ. Поскольку при большом напряжении возрастает интенсивность разрядных процессов. И скорость продвижения канала разряда в промежутке. Поэтому чем выше разрядное напряжение, тем меньше время разряда. То есть зависимость максимального напряжения разряда от времени действия импульса называется вольтсекундной характеристикой изоляции. То есть поскольку начало и скорость развития ионизационных процессов зависят от значения напряжения. То есть вольтсекундные характеристики зависят от формы импульса. Целью унификации испытаний и возможности сопоставления изоляционных конструкций установлен стандартный грозовой импульс. С длительностью фронта. То есть возрастание напряжения. tau с индексом f это у нас 1,2 плюс минус 0,4 миллисекунды микросекунды длительность импульса ну 50 плюс минус 10 микросекунд он обозначается так 1,2 деленное на 50 микросекунд он обозначен он показан на рисунке 1 15 то есть по данной схеме определяется параметрах импульса то есть в зависимости от напряжения то есть соответственно для экспериментального вольтсекунд для экспериментального определения вольтсекундной характеристики к исследуемому промежутку прикладывают импульсы стандартной формы то есть при каждом значении максимального напряжения импульса производится серия опыта в силу статистического разброса времени разряда вольтсекундная характеристика получается в виде области 1 16 для которой указывается средняя кривая и границы разброса времени заряда, то есть на рисунке 1.16 показано построение вольтсекундной характеристики изоляции под опытным данным, то есть когда у нас есть грозовые импульсы, то есть первая кривая это у нас импульсы напряжения, где представлены, вторая кривая это кривая средних значений пробивного напряжения и третья это границы разброса пробивных напряжений. Вид вольтсекундной характеристики зависит от степени неоднородности электрического поля промежутки. То есть для промежутков с однородным или слабо неоднородным полем вольтсекундная характеристика слабо зависит от времени разряда, то есть и только при значении времени разряда порядка 1 микросекунды и меньше разрядное напряжение увеличивается. Связано это с тем, что разряд таких промежутков формируется за весьма малое время при напряжении, равным начальному значению и отсутствует корон. То есть отмеченные свойства вольтсекундной характеристики позволяют использовать промежуток между шаровыми электродами, создающими практически однородное поле, если расстояние между электронами меньше их радиус, то есть в качестве универсального прибора для измерения максимальных значений напряжения. Вольтсекундные характеристики промежутков с резко неоднородным полем представлены на рисунке 1,17. То есть имея достаточно большую крутизну, поскольку в таких промежутках время формирования разряда сильно зависит от значения приложенного напряжения. То есть для таких промежутков при грозовых импульсах характерны большие разрядные напряжения. То есть чем к переменам напряжения промышленной частоты 50 герц. То есть КАС с индексом импульсом это называется коэффициентом импульса. То есть соответственно у нас это разрядное напряжение к напряжению, к которому импульс приложен. То есть соответственно у нас на рисунке 1,17 приведены вольтсекундные характеристики защитных разрядников и изоляции. То есть первая кривая это вольтсекундная характеристика вентильного разрядника, то есть в однородном поле. Вторая кривая это у нас вольтсекундная характеристика трубчатого разрядника в резко неоднородном поле. И третья это у нас вольтсекундная характеристика защищаемого объекта. И четвертое, соответственно, это у нас приведен импульс напряжения. То есть промежутки с однородным и слабо неоднородным полями имеют коэффициент импульса равный единице, то есть практически во всем диапазоне времени разряд. Вольтсекундные характеристики широко используются для координации изоляции высоковольтного воды, то есть для защиты от воздействия грозовых и коммутационных перенапряжений. С этой целью параллельно защищаемому объекту включается воздушный разрядник, то есть, например, вентильный разрядник с пологой вольтсекундной характеристикой. То есть надежная защита будет обеспечивать вот, если вольтсекундная характеристика разрядника представлена на рисунке, которая внесена с кривая 1, лежит ниже вольтсекундной характеристикой защищаемого объекта, кривая 3, во всем диапазоне времени воздействующего напряжения. Следующее. Коронный разряд. Коронный разряд – это самостоятельный разряд, при котором ударная ионизация электронными имеет место не на всей длине промежутка, а лишь его части у электродов. Коронный разряд может иметь лавинную и стримерную форму. То есть пробой коронирующего промежутка происходит при напряжении больше, чем начальной. То есть корона представляет собой интерес в связи с потерями энергии при коронировании линии электропередач. Например, на линиях сверхвысокого напряжения потеря энергии при коронировании проводов линии электропередач плохую погоду составляет от 100 до 200 киловатт на километр линии более. Кроме этого, продукты ионизации воздуха разрушительного действуют на изоляцию и металлическую арматуру. Коронный разряд также является источником акустического шума и высокочастотного электромагнитного излучения, то есть спектр его от 0,154 до 100 МГц, который создает помехи радио и телеприема. При коронном разряде происходит ионизация воздуха, и у поверхности провода образуется объемный заряд того же знака, что и полярность напряжения на проводе. Под действием силы электрического поля, ионы составляющие объемный заряд движутся от провода. То есть для их передвижения необходимы затраты энергии, которые определяют в основном потери энергии на корону. Поскольку затраты энергии на ионизацию воздуха значительно меньше, то есть на постоянном напряжении различают униполярную и биполярную корону. Если коронирует один провод, то это у нас униполярная корона. При униполярной короне, генерируемой короной разряды, имеющей тот же знак, что и коронирующий провод под действием электрического поля, устремляется к Земле, где происходит их нейтрализация. То есть при биполярной короне объемные заряды проводов различной полярности движутся навстречу друг другу. При встрече происходит рекомбинация ионов разных знаков. То есть часть ионов проникает в пространство вблизи противоположного провода, что приводит к усилению интенсивности коронирования. Это увеличивает потери на корону. То есть на переменном напряжении короны разряд зажигается при достижении начального напряжения, то есть равному напряжению зажигания короны. У номинального при времени Т1. Это рисунок 1.18. То есть вокруг провода образуется зона ионизации, называемая чехлом короны. Это рисунок 1.18. То есть из чехла короны положительные заряды рисунок 18V выносят в окружающее пространство и образуют внешний объемный заряд. То есть процесс коронирования продолжается до тех пор, пока напряжение не достигает максимального значения при времени Т2. Вот как раз развитие короны при переменном напряжении. То есть есть у нас два параметра Т1, Т2. То есть несмотря на повышение напряжения до максимального значения напряженность на проводе остается постоянной и равной Е номинально. То есть из-за влияния объемного заряда. Затем напряжение начинает снижаться. То есть синхронно снижается и напряженность на проводе, что приводит к погасанию корон. Но после погасания короны, после Т2 в пространстве выкуп провода остается положительным внешним объемный заряд, который еще удаляется от провода. То есть расстояние, на которое удаляется объемный заряд, зависит от напряжения на проводе и составляет от 40 до 100 см. То есть разность потенциалов между проводом и объемным зарядом увеличивается по мере уменьшения напряженности на проводе до времени Т3. При Т4, когда напряженность достигает нулевого значения, когда напряжение достигает У нулевое, которое значительно меньше номинального напряжения, зажигается отрицательно корон. При этом отрицательно зарядные частицы начинают двигаться от провода во внешнюю область. А навстречу к проводу движутся положительно зарядные частицы из внешнего объемного заряда. То есть происходит рекомбинация заряженных частиц до полной компенсации положительного внешнего объемного заряда. Затем накапливается отрицательный объемный заряд во внешней области. Все это происходит за время от Т4 до Т5. В момент времени Т5 начало уменьшения напряжения, то есть отрицательных коронах гаснет. В дальнейшем все эти циклы повторяются, и зажигание короны на обеих поляностях происходит при У0. Между проводом и землей имеет место емкость, которая заряжается и разряжается с частотой переменного тока. При этом между проводом и землей протекает емкостный ток, находящийся по выражению, то есть СДУ, СПДТ. И, соответственно, вот у нас все эти времена, при которых все это происходит. Положительная, отрицательная корона и так далее. То есть следующее – это возникновение коронного разряда в момент времени Т1 приводит к появлению тока короны ИК, который накладывается на емкостный ток линий и искажает синусоиду тока. То есть это рисунок 1,18 В. То есть при наложении этих двух токов искажается синусоид. Длительность пиков короны равна длительности ее горения. То есть от Т1 до Т2 или Т4, Т5, Т6, Т7. То есть при переменном напряжении коронирование проводов более интенсивное, чем при постоянном напряжении. То есть и при прочих равных условиях. То есть потери энергии на корону существенно больше. То есть на характеристике коронного разряда начального напряжения, потери энергии, радиопомехи, шум, значительное влияние газ в погодные условия. То есть атмосферные осадки резко снижают начальное напряжение возникновения корон. Потери энергии при коронировании. То есть при проактировании линии передач пользуются расчетными зависимостями потери энергии при коронировании. То есть распространенной формулой для расчета потери на корону на переменную напряжение является эмпирическая формула ПИК. Для одиночного провода представлена формула 1.30. То есть где β это относительная плотность тока, f частота, r нулевое радиус одиночного провода, f расстояние между проводами, фазное действующее значение напряжения. И соответственно Улсиндекс МК это напряжение возникновения корон, которое рассчитывается по формуле 1.31. Где у нас учитывается коэффициент гладкости провода и коэффициент погоды. То есть для идеально гладкого провода М1 у нас равняется единице. Для реального витого провода М1 у нас равняется от 0.85 до 0.92 в зависимости от конфигурации провода. Обычно принимают М1 умножено на М2, то есть равный 0.8, то есть при плохой погоде. То есть на линиях электропередачи сверхвысокого напряжения используют расщепленные провода фазы. То есть для определения потерь при коронировании для расщепленных проводов используют формулу Майера. То есть соответственно здесь у нас появляется число проводов фазы, остальное все остается без изменения. То есть это F-частота, R0 это радиус одиночного провода, EK напряженность возникновения короны, E, это эквивалентная напряженность, и K, коэффициент погоды. Соответственно, эквивалентная напряженность у нас складывается из двух напряженностей, то есть это у нас максимальная и средняя напряженность. И средняя напряженность для расчепного провода у нас находится по следующей формуле. То есть это среднее напряжение используется, радиус провода, число проводов в фазе и, соответственно, площадь провода. Максимальная напряженность у нас рассчитывается с использованием средней напряженности и ударного коэффициента, который зависит от эквивалентного радиуса одиночного провода, имеющего тоже емкость, то есть расщепленная фаза и, соответственно, радиус расщепления фаз. То есть недостатком формулы Майера является то, что все многообразие погодных условий сводится к двум группам погоды. Хорошая погода, то есть К равняется 44, ЕК 17 кВт на сантиметр и плохая. То есть К в данном случае равняется 31,5, ЕК это 11 кВт на сантиметр. То есть для средней полосы европейской части России, Сибири, потери для трехфазных ЛЭПС и вертичаттного напряжения могут рассчитываться по формуле Егорова и Тиходеева, где УМ это у нас амплитудное значение фазного напряжения. То есть для определения потерь на корону в течение года рассчитывают потери для каждой группы погоды, а затем суммируют их с учетом продолжительности группы в течение года. То есть ДИПСИИ это относительность продолжительность группы погоды и ПКИ это среднегодовая мощность потерь при этой группе погоды. Для оценочного подсчета среднегодовых потерь все погодные условия разбивают на 4 группы. То есть первая это хорошая погода, вторая это дождь, включая мокрый снег и морозь, третья это сухой снег и четвертая изморозь, включая гололед и инь. То есть наибольшие потери в единицу времени возникают при изморозе. То есть усредненная продолжительность различных групп погоды для средней полосы России, Запада, Сибири, а также Казахстана приведена в таблице 1.3. То есть соответствующая у нас группа погоды, то есть это хорошая погода, сухой снег, продолжительность групп за год. То есть хорошая погода 7120 часов, напоминаю, что у нас сумма всех часов за год это 8760. То есть изморозь 340 часов, сухой дождь, дождь 500 часов, сухой снег 800 часов. То есть соответственно у нас хорошая погода это 81% и соответственно у нас изморозь, самые тяжелые последствия, то есть порядка 4%. Следующий это разряд в воздухе вдоль поверхности изолятора. То есть рассмотрим влияние отвердного диэлектрика на возникновение и развитие разряда в воздухе вдоль поверхности изолятора. То есть конструкции 1.19А, то есть силовые линии электрического опора параллельны поверхности диэлектрика и поле однородно. То есть конструкция на рисунке 1.19В поле неоднородно и тангенциальная составляющая на природности поля на поверхности диэлектрика преобладает над нормальной составляющей. В конструкции 1.19В поле также неоднородно, не преобладает над нормальной составляющей. То есть первая конструкция сравнительно редко встречается в реальных условиях, но удобна при выявлении влияния характеристик диэлектрика на возникновение разряда. Вторая и третья конструкция встречаются часто, то есть это опорные и проходные изоляторы. В изоляционной конструкции 1.17А электрическая прочность промежутков диэлектрика меньше, чем прочность чистого воздушного промежутка. Это связано с ассорцией влаги из окружающего воздуха на поверхности диэлектрика, а также с микрозазорами между твердым диэлектриком и электроэлектриком. Поверхность всех тел во влажном воздухе покрыта тончайшей пленкой воды. Ионы, образующиеся в этой пленке под действием электрического поля, перемещаются к электродам. Результат этого поля вблизи электродов усиливается, а в середине промежутка ослабляется. Усиление поля у электродов приводит к снижению электрической прочности промежутка. Это снижение тем больше, чем гигроскопичные диэлектрики. Например, стекло является более гигроскопичным материалом, чем глазурованный фарфор. Поэтому напряжение перекрытия вдоль поверхности стекла ниже, чем вдоль фарфора. Уменьшение напряжения перекрытия изолятора при наличии микрозазора между диэлектриком и электродом или микротрещиной на поверхности диэлектрика связано с увеличением в них напряженности поля. Вследствие различия диэлектрической проницаемости воздуха и твердого диэлектрика. То есть, электрическая проницаемость твердого диэлектрика в 3-4 раза больше, чем воздуха. Увеличение напряженности поля в микрозазорах приводит к возникновению там ионизованных промежуток. Продукты которых, ионы и электроны, попадая в основной промежуток, создают местное усиление поля, приводящее к уменьшению напряжения перекрытия. То есть, для увеличения разрядного напряжения промежутка с твердым диэлектриком, стремясь использовать малогигроскопичные диэлектрики или создать покрытие малогигроскопичных материалов, защищающих диэлектрик от контакта с парами воды, например, глазуровку поверхности фарфора. А также обеспечивает надежное, без микрозазоров, сопряжение телоизолятора с металлической арматурой. Использует цементные заделки и эластичные проводящие пропадки. То есть, в изоляционной конструкции 1.19b поле неоднородное. Следовательно, как и в случае чистого воздушного промежутка, разрядное напряжение меньше, чем в однородном поле. То есть, влияние гигроскопичности диэлектрика и микрозазоров здесь качественно. Качественно такое же, как и в конструкции 1.19b, но оно слабее в выраженном, так как электрическое поле и без того существенно неоднородное. То есть, при достаточно большей нейронной износливости поля в этой изоляционной конструкции, как и в чистом воздушном промежутке, возникает коронный разряд. То есть, образующийся при этом азон и окислы азота воздействуют на твердый диэлектрик. Наибольшую опасность коронный разряд представляет для полимерной изоляции. То есть, если он имеет стримерную форму. То есть, температура в канале стримера достаточно высока. И соприкосновение ее с поверхностью диэлектрика может приводить к термическому разложению диэлектрика. И образованию обугленного следа с повышенной проводимостью. То есть, длина этого следа трека со временем возрастает. Что приводит к перекрытию изолятора с необратимой потерей им электрической прочности. Все сказано справедливо и для конструкции 1.19V. То есть, большая нормальная составляющая электрического поля способствует сближению канала стримера с поверхностью диэлектрика. То есть, что повышает вероятность повреждения диэлектрика. То есть, электрическая прочность этой конструкции еще меньше, чем конструкция 1.19V. То есть каналов стримеров, развивающихся вдоль поверхности диэлектрика имеет значительную большую емкость по отношению к внутреннему противоположному электроду, чем в конструкции с преобладанием тангенциальной составляющей поля. Поэтому через стримерные каналы проходит сравнительно большой ток. То есть при определении определенного значения напряжения ток возрастает настолько, что температура стримерных каналов становится достаточной для термической ионизации. То есть термически ионизированный канал, разряды, развивающиеся вдоль диэлектрика, на поверхности которого нормальная составляющая напряженности поля превышает тангенциальную составляющую, называется каналом скользящего разряда. То есть проводимость канала скользящего разряда значительно больше проводимости канала стримера. Поэтому падение напряжения в канале скользящего разряда меньше, а на неперекрытой части промежутка больше, чем в каналах стримера. То есть увеличение напряжения на неперекрытой части промежутка приводит к удлинению канала скользящего разряда и полному перекрытию промежутка при меньшем значении напряжения между электродами. То есть длина канала скользящего разряда зависит от его проводимости, а следовательно и от значения тока в нем. То есть в свою очередь ток зависит от напряжения между электродами, изменения напряжения и емкости канала стримера, значительно противоположного электрона. То есть влияние этих параметров отражено в эмпирической формуле Тепплера, согласно которой длина канала скользящего разряда будет равна. То есть коэффициент определяем опытным путем тут у нас есть. То есть С это удельная поверхностная емкость, то есть емкость по версии диэлектрика, при которой развивается заряд относительно противоположного электрона. Соответственно У это приложенное напряжение. То есть из формулы 1.36 при постановке вместо ЛСКР, то есть расстояние между электронами по версии диэлектрика Л, можно определить значение напряжения УР, необходимого для перекрытия изолятора. Если же принять С равное ε ε0 умножить на S деленное на D, где D толщина диэлектрика, а площадь принята равная 1 см2 и считать напряжение ДУ по ДТ постоянным, что в первом приближении соответствует постоянному постоянству частоты приложенного напряжения, то из формулы 1.36 получим выражение для нахождения разрядного напряжения, которое называется формулой Тепплера. То есть из формулы Тепплера следует, что рост длины изолятора дает относительно малое повышение разрядного напряжения. Поэтому для увеличения разрядных напряжений проходных изоляторов уменьшают удельную поверхностную емкость путем увеличения диаметра изолятора у фланца, с которого ожидать развития заряда, используя также нанесение у фланца полупроволь водящего покрытия, что способствует выравниванию распределения напряжения под поверхностью изолятора и следовательно приводит к увеличению разрядных напряжений. То есть при постоянном напряжении удельная поверхностная емкость практически не влияет на развитие разряда. И значение разрядного напряжения оказывается близким к разряду. Напряжение чисто воздушного промежутка. Следующий это разряд вдоль проводящей и загрязненной поверхности изолятора. То есть в условиях эксплуатации поверхности изолятора всегда загрязняется. То есть как правило сухие загрязнения, имеющие высокое сопротивление, не влияющие на распределение напряжения по поверхности изолятора, не снижают заметно его разрядного напряжения. Увлажнение слоя загрязнения моросящим дождем или росой приводит к уменьшению сопротивления слоя загрязнения, изменению распределения напряжения по поверхности изолятора и в результате снижения его разрядного напряжения. То есть механизмы перекрытия изолятора под дождем или при загрязненной и увлажненной поверхности исходны. Рассмотрим развитие заряда в случае, когда поверхность изолятора загрязнена или увлажнена. То есть по действиям, приложенных к изолятору напряжения, по увлажненному слою загрязнения проходит ток утечки, нагревающий его. Так как загрязнение распределено по поверхности изолятора неравномерно и плотность тока утечки не одинаковая на отдельных участках изолятора из-за сложной конфигурации его поверхности, то нагревая слой загрязнения, происходит также неравномерно. То есть на тех участках изолятора, где плотность только наибольшая, происходит админсивное испарение воды. Образуются подсушенные участки с повышенным сопротивлением пульсов. То есть распределение напряжения по поверхности изолятора меняется. Почти все напряжения, воде действующие на изоляцию, оказываются приложены к подсушенным участкам. В результате этого подсушенные участки перекрываются искровыми каналами, называемыми частичными перемежающимися дубами. То есть сопротивление искрового канала меньше сопротивления подсушенного участка поверхности изолятора. Поэтому ток утечки возрастает. То есть возрастание тока утечки приводит к дальнейшему подсушиванию слоя загрязнения, а следовательно к увеличению его сопротивления. Интенсивное подсушивание поверхности изолятора у концов дуг приводит к их удлинению. То есть подсушивание всей поверхности ведет к снижению тока утечки. А увеличение длины частичных дуг к его росту. То есть, если результатом этого будет уменьшение тока утечки, то дуги погаснут. Если же ток утечки будет расти, то частичные дуги будут удлиняться и перекроют весь изолятор. Так как параметры частичной дуги и количество дуг, одновременно существующих на поверхности изолятора, случайны, то и перекрытие также является случайным событием, характеризующим определенной вероятностью. Вероятность перекрытия изолятора повышается с увеличением воздействующего напряжения, так как при этом возрастает ток утечки, что благоприятствует удлинению частичных дуг до полного перекрытия изолятора. Из приведенной картины развития заряда следует, что разрядные напряжения изолятора будут тем выше, чем выше ток утечки. И, соответственно, РУ – это сопротивление утечки по поверхности изолятора. Если слой загрязнения имеет толщину дельта с удельным объемным сопротивлением РО, то для цилиндрического гладкого изолятора диаметром Д будет сопротивление утечки будет определяться по выражению 1.39. Дети ЛУ – это длина пути утечки. То есть из формулы 1.38.39 следует, что ток утечки зависит от параметра. То есть от толщины загрязнения зависит у нас от диаметра изолятора и удельное объемное сопротивление. Следовательно, разрядное напряжение изолятора будет возрастать с увеличением длины пути утечки и уменьшением диаметра изолятора. Так как процессы подсушки поверхности изолятора происходят относительно медленно, то при кратковременных перенапряжениях они не успевают развиться в напряжении, и перекрытие бывает выше, чем при длительном воздействии напряжения. То есть влагоразрядное напряжение изолятора зависит от характеристик слоя загрязнения, то есть его количество и состава, а также от интенсивности и вида увлажнения. То есть большое разнообразие видов загрязнения, встречающихся в условиях эксплуатации, не позволяет выбрать единственное стандартное загрязнение, которое можно было бы наносить на поверхность изолятора при определении влагоразрядных напряжений. Наиболее правильно разрядные напряжения в равных условиях загрязнения и увлажнения могут быть определены из опыта эксплуатации. То есть пробой жидких диэлектриков. Жидкие диэлектрики, обладая значительно более высокой электрической прочностью по сравнению с газами, нашли очень широкое применение в качестве высотовольтной изоляции. В разнообразных установках, устройствах, устройствах, трансформаторах, кабелях, передающих линиях, конденсаторах, выключателях и разрядниках. Жидкие диэлектрики можно коэффицировать по их природным сетчатой группы. Это углеводороды, минеральные продукты, перегона нефти и каменного угля, а трансформаторы, конденсаторы и масла. Углеводороды растительные – это касторовое или иное и другие масла. Хлорированные – это углеводороды ароматического ряда. Хлордефенил – софтол. Крем неорганические соединения. Кроме того, жидкие диэлектрики могут быть полярными и неполярными. В связи с этим у них существенно изменяются свойства, которые приведены в таблице 1.4. То есть неполярные, слабополярные и сильнополярные. То есть приведены их в неразличные величины. То есть промышленности имеют место дело с технически чистыми и жидкими диэлектриками, у которых влияние посторонних примесей ограничено некоторой минимальной концентрацией. То есть в этой связи и в теориях пробоя технически чистых жидкостей рассматривают влияние посторонних примесей, неизбежно появляющихся при эксплуатации. Важнейшие посторонние примеси жидких диэлектриках это вода, газы, волокна целлюлозы, углерод, продукты разложения используемого жидкого диэлектрика. То есть по сравнению с воздухом, газом, пробивные напряжения масла имеют большой разброс. То есть отклонение от среднего составляет 50% и более. А среднеквадратичное отклонение 10-15%. То есть определение электрической прочности масла по ГОСТ осуществляется в стандартном пробойнике на переменном напряжении. То есть на пробой жидких диэлектриков существенно влияет, оказывает множество факторов, которые могут как понижать пробивное напряжение, то есть это загрязнение, увлажнение и так далее, так и увеличит его очистка, давление, барьеры и так далее. Основные факторы, изменяющие пробивное напряжение, это загрязнение и увлажнение, то есть увеличение загрязненности масла снижает пробивное напряжение. То есть уничтоженное количество влаги резко снижает пробивное напряжение. Второе – это вязкость. Уменьшение вязкости уменьшает пробивное напряжение. Третье – это температура с увеличением температуры. Пробивное напряжение уменьшается. На импульсном напряжении это влияние незначительное. Для технически чистого масла зависимость носит сложный характер. То есть давление для технически чистого масла, увеличение давления приводит к увеличению пробивного напряжения. То есть увеличивается давление в газовых пузырьках. Наличие барьеров. Барьеры могут существенно повысить пробивное напряжение. Особенно в резком неоднородном поле. Время действия напряжения. То есть с увеличением времени действия напряжения пробивное напряжение уменьшается. Чем чище диэлектрик, тем меньше это влияние. На импульсном напряжении коэффициент импульса в несколько раз больше, чем для газовых диэлектриков. Форма, площадь электродов, расстояние между ними, форма электродов создает поля разной степени неоднородности. Чем больше коэффициент неоднородности, тем ниже пробивное напряжение. То есть с увеличением площади электродов пробивное напряжение уменьшается. Увеличение расстояния увеличивает пробивное напряжение. То есть полярность электродов при симметричной форме, при отрицательной полярности пробивные напряжения больше, чем при положительной. Этот эффект тем больше, чем более полярен диэлектрик. То есть пробой жидких диэлектриков явление сложное, что объясняется сложным составом в жидких диэлектриках и многими факторами, влияющими на развитие пробоя. То есть для хорошо очищенной жидкости величина адресской прости достигает 1000 кВт на сантиметр. На этом наша лекция окончена. Благодарю за внимание.